АПОСТОЛИ ПАВЛИ Почему такое странное название? Как кто-то может быть верующим Иисуса Христа и при этом фарисеем? Дело в том, что после встречи с воскресшим Иешуа, Шауль, он же Павел, он не перестал быть евреем. Потому что Иешуа не требовал этого и не ожидал этого ни от него, ни от других своих еврейских учеников. Поэтому Павел и после встречи с Иешуа говорит о себе «Я фарисей, сын фарисея» и соблюдает заповеди Тары. И тогда, конечно, возникает вопрос, почему в таком случае он в своих посланиях так часто и так резко сказывается против Тары и обрезания. То есть фактически против еврейства. В прошлой программе мы частично ответили на этот вопрос. Павел выступал не против еврейства, а против обращения язычников в еврейство, то есть в иудаизм. Которые проповедовали отдельные, не в меру ревностные мессианские евреи. Еврейство не спасает самих евреев, хотя оно и очень важно. Единственное, что спасает, это вера в еврейскую мессию. И эта вера спасает как еврея, так и язычника. Язычник, уверовавший в мессию, должен обратиться от идолов и греха, но он не должен становиться евреем. Вот о чем говорит сплошь и рядом в своих посланиях апостол Павел. Но тут встает следующий вопрос. Кто-то скажет, так что же, по-твоему получается, что Павел таким был, таким и остался. Был фарисей и остался фарисеем. Ну да, уверовал в Ишуа, был фарисеем гнавшим Ишуа, то есть верующих в него. А потом стал фарисеем проповедующим Ишуа. То есть, немножко изменился, но по сути он, в общем-то, остался фарисеем. Конечно же, нет. Это не то, о чем мы говорим. Безусловно, в Павле произошла огромная внутренняя перемена. И лучше всего о ней говорит он сам. Послушайте, как он описывает эту внутреннюю перемену в третьей главе своего послания к филиппийцам. Я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться и на плоть, то более я. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев по учению фарисей, по ревности гонитель церкви, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа, ради Мессии, я почел, счел, щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сорт, то есть за мусор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, то есть стал совершенным, но стремлюсь не достигнули и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, пишет Павел, к почести высшего звания, то есть призвания Божьего во Христе Иисусе. В этом месте кто-то может сказать, да ты же сам только что прочитал, что ради Христа Павел отказался от всего, в том числе и от иудаизма, потому что он стал для него щитой, ссором, короче говоря, мусором. Он просто выкинул его из жизни на помойку, как выкидывают протухшую селедку или хлам из сарая. И в послании Галатам он точно так же пишет, вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе. Прежнем. Непонятно? С иудейством Павел покончил. Это традиционная церковная точка зрения. Проблема в том, что ее можно принять только если предварительно взять большие-большие ножницы и вырезать из Нового Завета, как минимум, книгу Деяний Апостолов, в которой Лука совершенно ясно представляет Павла одновременно и апостолом, язычников, и евреев, и фарисеем. Но начав с Деянием мы не остановимся. В конце концов, отписание с нашими ножницами, с этим замечательным методом использования ножниц, не останется ничего. Или почти ничего. Так что давайте лучше поставим под вопрос церковную традицию. Спросим себя, а это ли имел в виду Павел, когда писал вот эти слова? О прежнем образе жизни. Правильно ли мы поняли то, что он пишет здесь в послании к Галатам и к филиппийцам? Начнем с послания к Галатам. Вот что там написано. Глава первая, стихи 13 и 14. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в Иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Я повторяю эту фразу «о моем прежнем образе жизни в Иудействе». Если бы после слова «Иудейство» он поставил точку и перешел бы к другой теме, то мы могли бы думать и гадать, что он здесь имеет в виду. Но он сам очень четко поясняет, какой именно образ жизни он называет прежним. В 13 стихе он говорит об этом, что «я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». И в 14 он описывает себя как? Не просто как еврея, а как неумеренного ревнителя отеческих преданий, то есть еврейских традиций. В чем же была проблема с этим образом жизни? В том, что он был еврейским? Нет. Проблема была в неумеренной ревности нашего Рава Шауля по еврейским традициям, и потому что ведь именно из-за этой ревности он и стал гонителем верующих. Вот что теперь на момент написания было для него прежним. Из гонителя верующих Павел превратился в проповедника веры. Это первое изменение, которому привела встреча с Ешуа. В конце концов, когда сам Бог тебе говорит, что ты гонишь меня, трудно тебе, потому что это то, что Ешуа сказал ему при встрече на Дамасской дороге, ты начинаешь задумываться, а может и правда не стоит. Вторую перемену Павел описывает в послании к филиппийцам. Мы читали эти слова, обрезанные в восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврея от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной, непорочной. Но, что, говорит он, для меня было преимуществом, то ради Христа, ради Мессии я почел щитой. Да и все почитаю щитой. Ради превосходства познания Христа Иисуса. Павел говорит здесь, что, в принципе, его еврейство – это преимущество. Однако есть такая поговорка «Хорошая – враг наилучшего». Наверное, вы ее слышали. Смысл ее в том, что очень легко можно удовлетвориться чем-то хорошим, что у тебя уже есть, успокоиться, достигнув его, и из-за этого упустить еще что-то лучшее, что, в принципе, тоже доступно. И Павел в этом отрывке четыре раза использует интересное слово «почитаю». Он говорит его… То есть, это слово о чем говорит? Оно говорит о его субъективном отношении. Он понял, что самое лучшее, что есть в жизни – это сам Ишуа. общение с ним и познание его. Еврейство – это хорошо, но личное, интимное, можно сказать, знание Ишуа – это лучшее. И уж если выбирать между ними, говорит он, то выбирать нужно, конечно, Ишуа. Как совместить этого Павла с тем, который соблюдает закон? Очень просто. Ведь Таран не исчезла из жизни Павла. И он не отрекся от своего еврейства. Но еврейство сместилось из центра его жизни, где оно было до встречи с Ишуа, на второй план. Ошибка традиционных церковных толкований в том, что они выгоняют еврейство из жизни Павла. Оно заняло… Оно не ушло совсем. Оно просто заняло другое место, но оно осталось в его жизни. Да, оно ушло из центра его жизни, потому что в центре теперь стоял сам Мессия. И, между прочим, между Мессией, который занял центральное место в жизни Павла, и Тарой, которая все еще оставалась в его жизни, не было никакого конфликта, не было никаких противоречий, потому что Мессия сам жил по Таре, учил Тару и не учил никого, не призывал никого нарушать Тару. Поэтому я и говорю, что Павел был фарисей Мессии. Он мог сказать, я фарисей, сын фарисея, и при этом написать, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я спрашиваю, что это такое? Это какая-то хитрая игра, чтобы нам заморочить голову, нет. Это просто две разных вещи, которые не противоречат друг другу и которые уживаются вполне хорошо в одном и том же человеке. Давайте представим себе айсберг. Огромная ледяная гора, которая плавает в океане. Мы видим с вами ее верхушку только. Все остальное под водой. Павел это человек-айсберг. Это огромный человек. В деяниях мы видим верхушку этого человека, то, что доступно нашему физическому глазу. Мы видим еврея, который приходит в синагогу, мы видим фарисея, мы видим человека, который соблюдает Тару. Он это то, кого рисует нам Лука. То, что он наблюдает как человек, описывающий жизнь Павла со стороны. В деяниях же, простите, в посланиях нам открывается подводная, невидимая часть Павла. Его внутренняя жизнь, его мысли, его желания и его молитвы. Мы видим человека, для которого его я, было связано прежде всего с Мессией. И, может быть, кому-то это покажется странным, что он ведь был одновременно и еврей до мозга костей, и ну вот так и просится здесь на язык слова христианин до мозга костей. То есть, ученик Христа, ученик Мессии преданный ему целиком. Вопрос, как можно одновременно носить два ярлыка. Странным это кажется тому, кто привык думать, что еврей не может верить в Мессию и оставаться евреем. А в принципе, в том, чтобы носить две шляпы одновременно, ничего странного нет. Мы все с вами делаем это постоянно и даже не задумываемся об этом. Например, я сижу здесь в Хайфе, в этой студии, в качестве учителя писания одного из директоров центра Каспари. Будем считать, что это одно и то же сейчас. Закончив записывать эту программу, я позвоню жене и скажу, что еду домой в Иерусалим. То есть, я не только сотрудник центра Каспари, но при этом еще и муж, при этом я еще и отец, я еще и сын своих родителей, я еще и брат, у меня есть брат родной. Кроме всего этого, я еще израильтянин, и не просто израильтянин, а особенно израильтянин, русский израильтянин, это совершенно особая группа израильтян. И вот уже я сейчас только что перечислил шесть разных шляп, которые сидят на одной и той же голове, которую вы видите или слышите. И все они преспокойно умещаются на моей голове, без того, чтобы я их менял. Они все тут сидят одновременно. И да, самое главное, я чуть не забыл, и более того, о себе могу сказать, что эта шляпа для меня, это мое самоотождествление, это моя самоидентификация, она самая важная. Прежде всего, я его, я ученик Ишо, и все остальное в моей жизни, то, что я сын, то, что я муж, то, что я отец, то, что я сотрудник определенного служения и так далее, все это преломляется через этот факт, что я принадлежу ему. В том числе, и мое еврейство преломляется через этот факт. На этом мы пока попрощаемся с апостолом Павлом, но не с тем, что он написал о Таре, потому что, если вы слышали наши программы о Таре с самого начала, то я уверен, у вас еще есть много вопросов о том, что Павел написал на эту тему, на которую мы еще не ответили, мы постараемся сделать это в следующих программах. Большое спасибо, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, шалом! Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект, и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам, о вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью, и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с Еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal-систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok